Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, итоговая информационная программа «События недели». В сквере по улице Даватора в Черкесске в преддверии 105-летия пограничной службы открыли аллею прославленных россиян, защитников государственных границ. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эти кадры репортеры вестей снимали в Черкесске примерно год назад. В то время уже было известно, что продолжение сквера по улице Даватора участвует во всероссийском голосовании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители региональной столицы проявили активность за благоустройство двух представленных проектов, в том числе за преображение аллеи около погрануправления по Карачао-Черкесии. И вот в преддверии очередного юбилея службы горожанам представили новый улучшенный облик знакомого многим места. Во время торжественной части было зачитано поздравление от главы региона Рашида Тимрезова. Сегодня летопись нашей республики. Мы с вами вписываем еще одну знаменательную страницу. Открываем аллею пограничной славы. Я уверен в том, что благодаря зривым воплощениям мужества, героизма и самопожертвования удастся сохранить и передать будущим поколениям частицу истории. Самое великое, что есть у народов – память о подвигах предков. Это знак памяти всем тем, кто проявил отвагу и мужество. Истинный патриотист, те, кто с честью выполнили свой долг перед Родиной и народом. Мы надеемся, что аллея станет местом встречи пограничников, местом воспоминаний единения. Здесь собраны или установлены бюсты ветеранам, погибшим в разное время, служившим в разное время в пограничных войсах. Но главное, трое из пяти установленных бюстов служили здесь в составе нашего пограничного управления. В свое время, когда он был сухумским пограничным отрядом, черкесским пограничным отрядом, он сейчас пограничное управление. Благоустройство аллеи, разумеется, не ограничивается установкой бюстов защитникам рубежей Отечества. Здесь обновили тротуары, вместо асфальта уложена плитка. Установлены бордюры, лавочки, фонари. Кроме того, в следующем году предполагается поставить на аллее памятник пограничникам всех поколений и стену памяти с именами земляков, которые в разные годы защищали границы нашей страны. Артур Макцей, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. 21 мая Карачаево-Черкесия отметила скорбную дату – День памяти жертв Кавказской войны. Траурные мероприятия прошли в республиканской столице, Хабецком, Абазинском, Адыгихабльском и Малокарачаевском районах. Люди пришли на митинги, чтобы склонить головы в память павших в 100-летней войне. Фатима Даурова подробнее. Ближе к 11 утра площадь перед памятником жертвам Кавказской войны начала заполняться людьми, пришедшими на памятные события. Это представители правительства Карачаево-Черкесии, органов государственной власти, главы и делегаций городских и муниципальных районов республики, представители общественных организаций, духовенства, жители и гости Черкеска. От имени главы Карачаево-Черкесии участников митинга приветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Жернова событий Кавказской войны перемололись сотни тысяч человеческих жизней. Многие представители адыгского и абазинского народов были вынуждены оставить свои родные очаги и долгие годы жить в скитании вдали от исторической родины. К сожалению, историю спят не повернуть. Мы склоняем головы перед павшими в Кавказской войне. Представители общественных организаций отмечали важность сохранения исторической народной памяти и подчеркнули, что вопреки всем невзгодам народы Карачаево-Черкесии не только сохранили свою национальную идентичность, но и приимножили богатую культуру и добрые традиции. Когда мы вспоминаем те события, которые происходили с нашим народом, с абазинами, с адыгами, с другими народами Кавказа, с казаками, это была трагедия. И это надо помнить, не забывать, но жить сегодняшним днём, делать выводы, чтобы мы сохраняли свою культуру, свой язык, свои традиции и передавали из поколения в поколение. 21 мая 1864 года в урочище Кбаада, ныне Красная Поляна, состоялся праздничный парад в честь победы в Кавказской войне. И с этого дня мы потеряли нашу страну Черкесию. И наш народ разбросан по всему миру и проживает более чем в 50 странах мира. И сегодня каждый черкес, в какой бы стране или республике не проживал, сегодня все отмечают эту скорбную дату. Ровно в 12 часов по полудню, как и во всех остальных регионах страны и мира, где 21 мая вспоминают скорбную дату, объявили минуту молчания. А представители Духовного управления мусульман совершили поминальный обряд Дуа. После к памятнику жертвам Кавказской войны участники траурного мероприятия возложили цветы в дань памяти своим предкам. Параллельно основному событию в Черкесии траурный митинг прошел и в Хабесском районе. У подножия первого в мире памятника жертвам Кавказской войны, установленного в ауле Алибердуковский, собрались жители района. Эта скорбная дата затрагивает душу каждого черкеса, представителя большого этноса, который больше всего пострадал в этой вековой войне. Для нас это большое значимое событие и для нас очень важно, что сегодня эта дата является государственной. Такие мероприятия позволяют воспитывать нашу молодежь, объединять народы, приводить примеры прошлого, чтобы не было ошибок в будущем. В этот день скорбел и абазинский народ, который также понес большие потери в Кавказской войне. В память своих предков жители аула Красный Восток склонили свои головы перед памятником в их честь. Наши славные предки с честью и достоинством выдержали выпавшие на их горбку долю тяготы и испытания. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая отчий край. Смиренно склоняем свои головы перед светлой памятью всех жертв Кавказской войны. А вечером в республиканской столице под ножей монумента жертвам Кавказской войны осветилось искрами пламени полутора тысяч свечей. Живой огонь, как символ живой народной памяти в сердцах потомков. Татьяна Дорова, Мухаммеда Шибоков, Расул Бердия, Вести, Карачаева, Черкесия. Аллергия. Современный бич человечества. Конец весны и начало лета. Какие провоцируют аллергены? На что чаще у людей возникает аллергия и как ее распознать? На эти и другие вопросы ответила главная врач Центра лечения аллергии, аллерго-доктор Аида Урусова. С ней беседовала Алладинаева. Аллергия стала одним из основных заболеваний, которым страдает человечество. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, уже через 50 лет 50% населения будут страдать различными аллергическими заболеваниями. Причин этому очень много, начиная от экологии, нашего питания и заканчивая различными генетическими предрасположенностями. Аида Хамитовна, расскажите, вот если человек ранее не страдал аллергией, как ему распознать, что у человека она появилась? Как распознать аллергию? Симптомы аллергии, они, как правило, появляются внезапно. В принципе, если сравнить с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, да, там тоже говорится, что вот человек чувствовал себя хорошо, днем был на работе, все было достаточно, как обычно, а вечером резко появилось недомогание, слезотечение, ринарея. Ринарея – это когда нос течет, да, слезистое отделяемое из носа, такая головная боль. То есть вопрос очень такой правильный, потому что очень часто путают заболевания острые респираторные с аллергическими. С самодиагностикой заниматься не нужно, для этого есть доктора, да, аллергологи, иммунологи. Конечно, лучше сразу обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, то отличительными признаками аллергических проявлений, если мы говорим сейчас об аллергическом рина-конъюнктивите, да, когда у нас чешутся глаза, когда они краснеют, когда они слезятся, когда забивается нос, начинается чихание, выделение из носа. Если говорить об аллергических заболеваниях, то чаще всего эти симптомы сопровождаются таким давящимым, невыносимым зудом. То есть глаза сильно чешутся, нос все время хочется потереть. И часто мы видим, как наши аллергики делают вот такие вот движения, и уши даже чешутся у них. Вот, чего мы не наблюдаем чаще всего при вирусных инфекциях. Это так для обывателя самые такие яркие признаки. Далее, когда вы обращаетесь к специалисту, аллергологу, иммунологу, здесь уже вам могут провести детальное, комплексное специализированное обследование, в которое входят либо кожные пробы, так называемые прик-тесты, либо это будут анализы крови на аллергены, спирография. Есть достаточный комплекс обследований, позволяющих нам точно поставить диагноз. И есть такой миф среди населения, что анализы на аллергию сдаются только, когда холодно, зимой. На самом деле, это пережитки прошлого, скажем так, да, и касаются они только проведения кожных тестов, кожного аллергологического тестирования. Очень удобный метод диагностики. В нашем центре присутствуют аллергены практически на все виды возбудителей аллергии. Вот, поэтому диагностика занимает буквально 15 минут. Но кожные тесты, они проводятся действительно в сезон ремиссии, то есть когда нет обострения аллергического заболевания. Но если мы говорим о бытовой аллергии, которая круглый год мучает человека, пациента, то кожные тесты на бытовые аллергены, на грибковые аллергены, на аллергены животных, их можно проводить круглый год. А вот это ограничение, что летом на аллергию не обследуется, оно касается только пыльцевых аллергенов, которые, кстати, сейчас уже наступают, и наши аллергики, к сожалению, плохо себя начинают чувствовать, и продлится это все до самого ноября, до первых заморозок. Аида Хахамитовна, вот сейчас завершается весна, начало лета. Вот какие аллергены провоцируют это время года? Отцвели уже раннецветущие деревья, сейчас цветут поздноцветущие деревья, к ним относится дуб, из таких вот известных нам всем, да, и уже начали цвести, потихонечку зацветают злаки. Злаковые травы ежа-овсяница-тимофеевка, это основные злаковые травы, которые вызывают аллергические симптомы, вплоть до бронхиальной астмы. И когда говоришь, названия такие, да, кажется, незнакомые никому, на самом деле это вся та трава луговая, которая окружает нас повсеместно, когда мы просто выходим из дома, да, или проходим любую аллею, проходим в парке, везде, где есть трава, есть перечисленные вот эти луговые травки, колосковые. Вот, если посмотреть, как они выглядят, найти их в интернете, каждый абсолютно пациент говорит, так, я же знаю эту траву, да, мы знаем ее все, просто не знаем их названий. Вот, и когда мы выявляем аллергию к данным травам, я всегда пациентам прямо на приеме, мы открываем на экране картинку, как выглядят эти травы, чтобы своих врагов знали пациенты в лицо. Нужно как можно раньше узнать возбудителя, триггера заболевания аллергического и подобрать терапию. Конечно, стопроцентную гарантию о том, что вот да, мы сейчас вот вылечим вам аллергию и больше никогда в жизни она вас не потревожит, не даст ни один доктор на всем земном шаре, который, в принципе, знает устройство, да, и работу живого человеческого организма. Метод лечения, аллергеноспецифическая иммунотерапия, он существует уже 100 лет, этому методу 100 лет. И если бы он зарекомендовал себя с какой-то отрицательной стороны, если бы не было эффекта от этой терапии, 100 лет такие методы лечения не держатся. Поэтому лечиться нужно обязательно. Эффект положительный от 80 до 96%. Но лечение, оно достаточно длительное по времени, оно достаточно дорогостоящее, и оно требует ответственного отношения пациента. Эффективность аллергеноспецифической иммунотерапии, то есть лечения аллергии, будет напрямую зависеть от комплайнса врача и пациента. Что такое комплайнс? Это когда врач и пациент говорят на одном языке, когда они на одной волне, когда они понимают друг друга, доверяют друг другу, и постоянно друг с дружкой на связи. То есть мы знаем, где наши пациенты, в каком месяце находятся. Мы знаем об их отпусках лучше, чем члены их семьи, допустим. Что в такой-то промежуток времени запланирован выезд туда. Мы к нему готовимся к этому выезду. Должен быть очень ответственный подход к лечению со стороны не только доктора, но и пациента. Потому что здесь просто выпить таблеточку, допустим, один раз в сутки, этого будет мало. Есть еще помимо этих препаратов, другие рекомендации, которые нужно выполнять строго, чтобы был эффект долгосрочный, лечебный. Аида Хамитовна, расскажите, вот любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Как себя уберечь от этого недуга? Что бы Вы порекомендовали людям, которые не страдают аллергией, и в дальнейшем, чтобы у них не появились вот эти проблемы со здоровьем? Одним из методов профилактики аллергии, как ни странно, но если мы говорим сейчас о профилактике аллергии с раннего детства, как ни странно, относится соблюдение, вернее, не соблюдение полных стерильных условий. То есть, если вспомнить, вернуться на десятилетия назад, когда появились различные стерилизаторы для бутылочек, стерилизаторы для сосок, когда появилось в обиходе очень много различных дезинфицирующих средств, безопасных для младенцев, для кормящих мам, допустим, во время обработки помещения даже, аллергия очень помолодела, скажем так. Аллергия стала мучать детей с самого раннего возраста. И все последние исследования, они говорят о том, что вот это соблюдение излишних стерильных условий, соблюдение диет, столов, кормящей матери, что то вам нельзя, это нельзя, там красное не ешьте, оранжевое не ешьте, наоборот, является одним из факторов, которые провоцируют развитие аллергических заболеваний. Взрослому человеку, который не страдает аллергией и боится, скажем так, встать в ряды аллергиков, если речь идет о цветениях, чего не нужно делать? Ну, не нужно, наверное, буквально нырять в кусты, скажем так, амброзии, да, то есть находиться долго среди разнотравия, если есть хоть какой-то риск или есть хоть какие-то наметки на то, что может развиться аллергическое заболевание. Допустим, человек в течение года периодически страдает ремитом, да, периодически обращается к лор-врачу, но говорят, что все нормально, лор-врачи, да, и есть там где-то мысли об аллергии. Вот, этот человек должен для себя проанализировать, когда больше возникают у него такие проблемы, если отмечается хоть какая-то сезонность, конечно же, мы идем к врачу, вот, и ограничиваем максимально контакт с пыльцой на улице. Ношение масок я никогда, честно говоря, не приветствовала, если мы говорим об обычных медицинских масках, да, если говорить о барьерных средствах, то маски должны быть специальные, есть маски для аллергиков, с фильтрами и так далее. Вот, от них будет какой-то толк, а от обычных масок будет только вред. Айда Хамитовна, вы как главный врач, какие задачи ставите перед собой, перед коллективом, и сколько уже работает вот ваш центр? Центру нашему уже два года. Основной целью центра является просветительская работа населения, то есть мы регулярно проводим различные школы здоровья, аллергошкола, школа астматика, школа атопического дерматита, школа диабета и так далее. То есть любое заболевание, мы об этом уже говорили, да, легче предотвратить, профилактировать, или как минимум человек должен знать, что с ним, быть предупрежден, а значит вооружен, да. Поэтому регулярно проводятся различные вот такие вот просветительские мероприятия для наших жителей, для жителей республики, не только для наших пациентов, где в течение нескольких часов мы с коллегами в формате презентации отвечаем на все вопросы. Вход абсолютно свободный, часто приходят уже на последующие школы с друзьями, с коллегами, с членами семей, вот, они проходят в таком у нас дружественном формате. Недавно, в конце марта, у нас был приглашенный очень знаменитый доктор, любимый всеми в Санкт-Петербурге, Жоголева Ольга Александровна, и было у нас очень много гостей наших коллег из различных регионов, приехали из Краснодара, из Ростова, из Ставрополя, из Пятигорска, из близлежащих республик доктора, за что мы им очень благодарны за интерес к своей профессии, да, это наши соратники, это наши друзья, мы все горим аллергологией, горим своей профессией, было очень интересно, и было много также пациентов наших и тех, кто, в принципе, страдает аллергией, но пока никому не обращались. Также наше мероприятие посетила главный аллерголог Северокавказского федерального округа, доктор медицинских наук Ольга Петровна Уханова, профессор. Мы надеемся такие мероприятия проводить хотя бы один раз в полгода и придавать им огласку, чтобы был больше масштаб, чтобы как можно больше людей могли в таких мероприятиях поучаствовать абсолютно без оплаты, да, абсолютно из лучших побуждений, скажем так, да, и чтобы у людей была возможность в присутствии аллергологов всего, в принципе, там, Северокавказского округа, да, и близлежащих регионов задавать вопросы их интересующие и собирать информацию для себя. Спасибо большое, Аида Хамитовна, что нашли время, ответили на наши вопросы. Желаем успехов и в жизни, и в работе, и вам, и вашим сотрудникам. Спасибо большое, Алла, что приехали, что обратили внимание на такую важную проблему, как аллергия. Празднование Дня Славянской Письменности в Карачаево-Черкесии стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения, а на центральной площади Черкеска состоялся крестный ход и молебен у памятника просветителя. С места события Дарья Тендит. Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День Славянской Письменности и Культуры. Праздник приурочен ко Дню Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности. Сегодня в Карачаево-Черкесии в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия православные христиане совершили крестный ход от Никольского собора до памятника братьям в центре Черкеска. Духовенство и певчи совершили молебен, православляя создателей славянской азбуки и письменности. Крестный ход является символом нашей благодарности и символом победы, образования над непросвещенностью. Церковь их православляет не только за труды. Они показали пример высокой, чистой и святой жизни, отметил настоятель Покровского храма Александр Нартов. Язык – это душа любого народа. Благодаря Кириллу и Мефодию мы имеем ту жизнь, которую с радостью передаем нашим детям и нашим внукам. Будем хранить наш язык, будем хранить нашу культуру, будем приумножать ее, чтобы быть достойными продолжателями того великого подвига, которые оставили нам святые братья. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Братья создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах крестьянского мира и литературного языка. Славянская письменность как основа культурного наследия объединила многонациональные народы, проживающие на территории России. От имени правительства Карачаева Черкесии поздравила всех с этим великом праздником министр образования и науки Инна Кравченко. Она отметила, что сегодняшний день имеет огромное значение для науки и образования. День славянской письменности и культуры служит напоминанием о национальном и духовном единстве всех людей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и культуру. Сегодня мы с особым вниманием обращаемся к истокам отечественной словесности, говорим о бережном отношении к родному языку, о его возможности выступать средством международного общения. Главное значение этого дня — сохранение и популяризация культуры и письменности народов. Студенты педагогического колледжа имени Умара Хабекова в своём выступлении подчеркнули значимость развития культуры, отметили влияние русского языка и письменности на нашу жизнь. В первую очередь русский язык существует для нас, и благодаря нам он продолжает своё существование и развитие. Сохранив его, мы сохраним единство нашей великой страны. Благодаря русскому языку и русской культуре в мире появились такие замечательные и выдающиеся мастера слова, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой. Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что подарили нам славянскую азбуку. Солунские братья, гордость всего славянского народа. Этот праздник объединяет и славянские, и многие другие народы. И каждый должен знать, ценить свою историю, беречь и почитать то, что передали нам наши предки. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. 20 мая на большие экраны страны вышел в новом формате киножурнал «Мульт в кино». Новый формат призван развивать внимание у детей и вовлекать родителей в семейный просмотр. Теперь каждый выпуск включает в себя игру-бродилку, сюжет которой развивается в мультимире и его трех красочных локациях в волшебном лесу, чудесном городе, башне победителей. Перед показом новых выпусков в кинотеатрах на экране будет появляться QR-код, который следует отсканировать, перейти на сайт и зарегистрироваться для участия в образовательной игре, правила которой озвучат перед сеансом. После прохождения нескольких игр в разных выпусках баллы можно будет обменять на призы. Смотрите увлекательные мультфильмы в кинотеатрах, играйте, копите баллы и получайте призы вместе с киножурналом «Мульт в кино». Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго!